К другим новостям. Столицу Заполярья посетил олимпийский чемпион, ветеран команды ЦСКА Сергей Тараканов. Он следил за дружественным матчем между баскетболистами молодежной сборной ЦСКА и командой Мурманской области. События приурочили к юбилею спортивной школы имени Блохина. О перспективах баскетбола в Заполярье узнал Максим Галямин. Многие из тех ребят, кто сейчас выходит играть за сборную Мурманской области в товарищеском матче против молодежной команды ЦСКА – выпускники 8-й школы Олимпийского резерва. В этом году учреждение отмечает юбилей – 20 лет. Именно этой дате посвящен матч и приезд в город армейцев. В школе у нас порядка 400 детей занимается. Ну и ежегодно у нас выпускается порядка 20 человек. То есть, если 20 и за 20 лет, это еще 400 где-то выпускников у нас уже есть. Мурманск спортивный празднует юбилей одной из ведущих спортивных школ нашего города – школы Олимпийского резерва под номером 8, которая больше известна всем горожанам как школа имени Блохина. Помимо самого матча для участников встречи, а также игроков помладше, из числа наших дарований – это потенциальная возможность начать профессиональную карьеру. Дело в том, что московский клуб в основном состоит из легионеров, завербованных со всей России. Так что тренеры в традиционных для ЦСКА красных цветах смотрят и оценивают навыки молодых людей с особым пристрастием. А вдруг на площадке попадется исключительно ловкий форвард или защитник. У нас ребята не старше 97-го года рождения. На данный момент косяк – это 2000-2001 год рождения. И, естественно, не только из Мурманской области, но и из любого другого региона игроки могут попасть в проект. Есть система просмотров, есть система отбора игроков. Еще одним гостем, призванным вдохновить игроков из Мурманска, стал ветеран армейского клуба, олимпийский чемпион Сергей Тараканов. По мнению мэтра баскетбола, такие поездки полезны не только для нашей команды, которая получила возможность сразиться с потенциально более сильным соперником, но и москвичей, особенно тех, кто планирует связать свою жизнь со спортом. Можно еще больше, еще лучше, именно вот по воспитанию, потому что это тоже важно. Мяч пинать или мяч бросать – это одно, но нужно еще становиться нормальными людьми, понимать что-то, ценности в жизни, и эти поездки, они тоже что-то добавляют. Низкий уровень баскетбола и дефицит приличных достижений в этой дисциплине последние годы мастер спорта объясняет просто. Сборная СССР состояла из игроков не только центральной части страны, но и государств, которые теперь называют странами СНГ. Поэтому попадали в нее действительно только лучшие из лучших. Да и детей, которые начинают заниматься спортом, настраивают исключительно на результат – получение медалей и кубков. Такой психологический прессинг не идет на пользу и скорее работает в минус. Что же касается прошедшей встречи молодежных сборных ЦСКА и Мурманской области, несмотря на победу гостей, итоговый счет не стал разгромным. А наши баскетболисты показали отличную игру, лишь немного уступив соперникам 61-64.